добро пожаловать в национальный горный парк эстрела домик в котором мы заночевали это бывший дом пастуха который когда-то тут пас овец и коса в доме собственно нынче вал хозяева его восстановили буквально из груды камней превратили в отличное место для уставшего туриста вдали цивилизации электричество в нем вырабатывается от собственных солнечных батарей вай фая нет за то есть дрова и отличный камин который можно смотреть вечерами вместо инстаграма в двух шагах от дома присутствует горная река и наш персональный частный пляж который мы в первую же очередь от пошли исследовать и и и для разминки мы заехали в небольшое живописное место под названием пока доброка водопад шумел ресторан с видом на него был закрыт станислава нашла черепок с кусочком местной живописи и и и национальный парк ради которого мы приехали называется эстрелла маунтейнс что на местном языке означает звездные горы звездные горы на самом деле самые высокие горы континентальной португалии потому что в португалии есть еще свои острова азорские острова на них тоже есть горы и вот там как раз находится самая высокая гора португалии но если говорить про португалия которая находится на материке именно здесь находится пик континентальной португалии на высоте около двух километров ну вот такая вот она португалия не совсем пик скорее плато и более того туда ведет дорога так что теоретически можно просто приехать как цивилизованный человек на машине у звездных гор португалии есть несколько достопримечательностей для похода снежные горы Кехо серда эстрелла сыр гор эстреллы мягкий сыр из собственно вот этого района рецепту более двух тысяч лет сыр сделанный из артишокового чертополоха молока овцы и соли горная собака эстреллы особенно крупная порода собак которая помогает собственно пастухам пасти овец в этих горах охраняет от волков и медведей самая главная достопримечательность этого парка конечно же это то что несмотря на то что вы забираетесь в такую довольно высокогородную глушь где практически ничего нету тем не менее вам все еще сварят прекрасный эспрессо потому что эспрессо машины в португалии полноценные эспрессо кофе машины в португалии присутствуют абсолютно везде и вам сварят просто прекраснейший прекраснейшую чашечку кофе и что вам позволит взбодриться перед длинной прогулкой теперь установилась шапочка новая шапочка здесь же мы находим довольно внушительную гидроэлектрическую дамбу у них целая система собственно которая связывает горные озера в такую систему которая вырабатывает электричество идем идем в горы видим совершенно потрясающе красивые места вот у нас озеро с одного края горы какие-то древние развалины с другого края и мы теоретически сегодня двигаем в сторону озера в котором дырка посмотрим дойдем мы до него или нет но настроение у нас бодрое Станисла прикупила себе шапочку и мы выпили португальскую кофеечку чтобы так сказать бодрецом дойти до достопримечательностей ну вообще тут конечно куда ни посмотри везде сплошная инстаграма качество одно из этих озер под названием Квау доскончос она как раз находится там на вершине куда вот мы сейчас двигаемся и это одно из самых знаменитых мест в инстаграме именно оттуда люди постят картинку где в озере находится дырка дырка может выглядеть довольно естественным образованием но на самом деле она полностью рукотворна и используется для сброса из лишней воды которая туда скапливается от таящих от снега таящего на горах дырка эта была построена еще в 1955 году и с тех пор активно инстаграмится дырка 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 можно выйти во двор и пофотографировать звезды. Ну вот, добрались до высокогорного озера. Сейчас попробуем найти в нем дырку. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот оно, озеро с дыркой. Нашли наконец-то эту дырку. Потрясающее творение рук человеческих. Вот сейчас у нас будет привальчик на камушке с чайком. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, двигаем назад. Посмотрели на озеро с дыркой. Поели тортика с чайком. Двигаем назад к нашей машине. Конечно же, дело не обошлось без слайдовой пленки. У меня с собой была все еще кодек Эктохром, а также свежая пленочка от Fuji. Fuji Provia. Вот такое вот небольшое приключение в самые высокие горы Португалии. В следующих эпизодах мы уже двинемся назад, ближе к цивилизации, назад в Каимбру. И впереди еще нас ждет прекрасный, прекрасный цветной Порто. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok